Теплоход «Князь Владимир» рассчитан на 600 пассажиров, но в первый рейс 11 июня отправилось 250 человек. Вплоть до 14 октября осуществлялись морские рейсы. За это время их выполнено 18. В этом году в Черноморском регионе было восстановлено регулярное круизное сообщение. Оно было единственным соединяющим Краснодарский край и полуостров Крым. Пассажиры из Сочи попадали в Новороссийск, Ялту, Севастополь, затем вновь возвращались в Сочи. Капитан у судна опытный, для него маршрут совсем несложный и безопасность пассажиров на первом месте. Погодные условия у нас. Интернет, спутниковая связь, карты погоды. Когда вот один раз у нас был такой момент, что мы не смогли выйти в рейс из-за большой волны пятиметровой, когда Керченский пролив закрывали. Посмотрели прогноз, приняли решение, остались и правильно сделали. Пассажиры тоже были, кстати, довольны, что мы не пошли в такую погоду. Для пассажиров здесь, конечно, лучших условий и не придумать бара, рестораны, бассейны с морской водой, кинотеатр, спортзал и спа-зоны. Есть и детские площадки, но вот путешествуют стандартно люди уже более старшего возраста, кому за 55. В основном в средневный круиз отправляются жители нашего региона. Ставрополье, Московской области и даже Красноярска. В этом году более 5000 пассажиров побывало в Крыму, путешествуя в море. Организаторы продумывают рейсы уже на следующий год. Мы планируем сразу стартануть с майских праздников. С 1 мая судно начнет свою навигацию. Ну и самое главное, это маршрут сохранится прежним, но в Севастополе увеличится срок стоянки. Все так же благодаря многочисленным просьбам наших клиентов. Для курорта Сочи, который в этом году не принимал иностранные круизные суда из-за санкции, это морское российское сообщение было единственным. Те, кто приезжает на отдых в Сочи здесь, узнают о возможности морских прогулок в Крым. Дело в том, что у нас много экскурсий. У нас пляжный отдых развивается, у нас развивается санаторно-курортное лечение. И каждый турист в Сочи может найти отдых себе по вкусу. Этот продукт может разнообразить тот набор турпродуктов в Сочи, с которым мы выходим на рынок. Сегодня завершился круизный морской туризм этого года. Князь Владимир отправится 1 ноября на зимнюю стоянку в порт Севастополь, где будут проведены и ремонтные работы, подготовка к следующему сезону. Снова из Сочи в круиз девятипалубный лайнер отправится в начале мая. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.